всем привет оцветает уже моя пурбурата понемножечку ну все таки довольно долго она меня радует аромат у нее мне кажется что я не говорила аромат у нее присутствует ну и вот на фоне ее я показываю на заднем плане вот такой вот дендробиум понимаете да размеры конечно мне кажется если дать волю орхидеям то они будут расти расти и неизвестно до каких размеров могут вырасти ну вот я решила убрать эту красоту потому что она загораживает все вот так вот она занимает полностью весь столик очень тяжелая ну вот так вот она у меня стоит потому что хочется любоваться красотой и занимает она конечно довольно много места ну в общем я ее уже показывал сегодня хочу вам показать вот такую вот такая красоте не расцвела один цветонос уже правда отцвел еще есть цветоносы которые потихонечку 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 она открывает вот так вот новые цветоносы еще растит и вот такие вот интересные цветы это дендробиум масчатум называется в общем огромное я вам хочу сказать удовольствие я только вчера сидела рассказывала разговаривала с мужем и вот вот в таком вот состоянии я его покупала маленькие были псевдобольбы такие росты она сейчас растит только молодые росты достигают уже полностью созревших этих псевдобольб ну а эти почти с меня ростом у меня метр шестьдесят пять но и вот да ну конечно интересные огромные обалденные такие классные цветочки конечно любят яркое солнце на место и очень на ярком солнце эта орхидея и каждый год цветет каждый год я кстати и никогда не нюхала но сейчас есть какой-то запах но еще 7 утра нету и такой не знаю какой-то непонятный запах конечно у нее ну вот такие вот грозди очень красивые свисающие цветоносы конечно есть место когда можно дать волю орхидеям и они будут расти дать волю дать место конечно ну вот поэтому я наверное все таки назову свое видео до свидания коридорчик и всем конечно сразу станет интересно почему ну в общем потому что мы продали наш дом и вот уже мой вандовый домик стоит пустой я нашла ему новых хозяев в общем увезут его потому что немножечко будет другая обстановка в нашем новом доме в общем там земли можно сказать в два раза больше чем здесь у меня и там уже есть один гринхаус ну и будет мой еще этот гринхаус я заберу с собой и посмотрим как мой орхидея орхидейный коридорчик будет выглядеть там ну а пока что вот так вот такие вот у нас новости в общем мы 23 числа переезжаем поэтому сейчас сборы коробки ну и конечно я поняла что я вчера когда разгружала мои ванды переносила в коридорчик это конечно я не знаю сколько мне времени займет перевозить все мои орхидеи ну в общем пока что вот так вот вот такая вот красота это я вам хочу показать первый раз для меня зацвела видите да что есть такие веснушки сзади на цветочках и это это гибрид гибрид с пурпурата и это гибрид нашего клуба я давным-давно и не знаю сколько я уже лет пять наверно в нашем клубе и вот когда я первый раз вступила в клуб нам дали всем таких малышей в общем наш клуб вместе получается с я не знаю где они они скрестили в общем пурпурату и каудубек ну вот это вот пятнышки эти веснушки это от каудубек и конечно просматривается это губа но она как в уменьшенном размере до пурпурата цветок ну вот как показать цветок видно да что пурпуратовская губа но намного меньше не хочу я уже свою эту большую доставать ставить рядышком ну в общем что я хочу сказать что первый раз вот так вот я ее выращиваю совсем с маленького размера это псевдобульба пострадала зимой поэтому я вот конечно снимаю вот эти вот все чешуйки был дождь и потом она вот под чешуйками видно она замерзла ну я вовремя сняла уже все подсохла сухая и вот она мне выдала пять таких вот интересных цветочков я когда рассказала в клубе мне попросили конечно же сфотографировать прислать им дитя нашего клуба интересно есть у кого-то еще она или нет потому что я знаю что выдавали ну выдавали давали нам всем по маленькому маленькому растению в общем вот такое вот малышок я смотрю что здесь еще в другую сторону он начал расти мне ответвление новый ростик в общем вот такая вот красотень у меня расцвела аромат кстати тоже в нее присутствует ну кто знает запаха запах пурпура ты есть что-то такое подобное искрятся цветочки на солнышке класс класс и опять же вот я пересаживала мог внизу большая кора и неплохо ей даже она начала расти хорошо и вот даже зацвела я вот смотрю что здесь еще один новый ростик двойной у меня кстати спросили про пурпура ты почему они могут выдавать двойные листья ну вот я не знаю у меня все пурпура ты с одиночными листьями и от малышей и до больших никогда мне не выдавали два новых листа ну вот здесь вот выдала потому что у кого до бег конечно двойные листья и вот видите все все были по одному ну иногда отдел иногда бывает такое конечно что нет вот здесь еще один двойной но это гибрид конечно я знаю что все мои пурпура ты с одними листами поэтому есть конечно котлей которые по два листа и выдают три листа но у пурпурат почему-то у меня все-все-все по одному листу нет у меня таких пурпура с двойными листями ну вот так вот думаю уже покажу выглядит мой гринхаус сейчас я тоже по вносила сюда много небольшие такие ванночки перевезла освободила маленький вандовый домик кое-что набирает цвет в общем такая загруженность максимальная сейчас здесь так вот все я в общем поставила канха мне она убрала я тоже немножечко оттуда в общем такой вот бардак когда переезжаешь это кстати расцвела так у меня ее название нету так вот она у меня называется ну даже можете не искать этого названия не существует единственное что я знаю что это гибрид с форбезе ну этим изяществом губы она конечно себя выдает ну и в общем вот так вот она опять раз распускается по одному цветочку там еще есть где-то сзади видела еще есть бутончик почему такая вот красота красивый тоже очень понравился мне этот цветок и тоже вот я его пересадила и смотрю тоже ему очень очень понравилось здесь растут потихонечку все растут зацветают бутончики посмотрим как будет выглядеть наш новый домик здесь кстати первый раз расцвел это бульбофинум афины когда-то он мне его кто-то мне его дал кусочки я так его прикрутила на деревяшку и так вот он у меня и растет и первый раз зацвел и мне кстати очень даже нравится такой прям правильной правильной формой звездочка красивый цветочек ну конечно наверное и губка шатается как у всех так что вот такая вот тут не пробьешься никуда уже да кстати вчера когда переезжали мы я не знаю у меня не было никогда станга пей и вот это вот первая станга пея которую я купила в том году если кто помнит вот такое вот название сейчас тяжело очень не снять и я тут заметила что-то я не знаю я все снизу ждала ждала наверное за того что все таки такой очень плотный горшок я не пересаживала но здесь вот я видела что здесь старые цветоносы были и я все снизу заглядываю заглядываю ничего нет и когда вчера сняла увидела что есть цветоносик в общем будет у меня еще вот такая вот красотень цвести первый раз ну и вот так вот выглядит мой коридорчик это с другой стороны я захожу в общем сколько здесь всего было это кстати я не показывала наверно да в том году я очень-очень хотела и мне мой муж купил кстати есть видео о нем это наверное его многие помнят кто со мной давно white bed не вижу название знаю что белая как летучая мышь в общем вот так вот он у меня разросся и вот это вот кстати две семенные коробочки с прошлого года так они у меня и висят уже задеревенели ну в общем что я хочу сказать конечно размер вот этого листа впечатляет я конечно в шоке и он мне по выдавал тоже и деток здесь так ему здесь у меня нравится и мне даже кажется что он меня хочет зацвести я думаю что вот это вот цветочек и вот с этой вот стороны потому что он ну как бы не выращивает новые розетки изнутри только цветет изнутри вот как вот был вот этот вот вот это вот цветонос вот он изнутри то есть я думаю что это цветы и вот как вы видите какие красивые детки уже какие обалденные красивые листья у деток шикарный просто 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 обалденный я все забывала его показывать ну вот так вот он у меня стоит вот конечно его перевозить нужно будет место до тележку тележку и погрузили поехали кстати вот тоже первый раз зацвел я думаю что это тот же самый он у меня вот так вот растет просто на кокосе вот такие вот два маленьких растения наверное были отвалились и я так вот прикрутила ну и вот сейчас расцвел и я понимаю что это то же самое поэтому вот такой вот мой красивый мой маленький мой уютный коридорчик бульба фил он продолжает цветение видите как он постепенно постепенно открывает свои цветочки маленький кто тут мечется стрекоза стрекоза застряла вот как тебя отсюда бедная в общем так расцвел расцветает мой любимый форбезиай какую он длинную псевдобульбу вырастил и аж три цветочка прям такая хорошая хорошая такая псевдобульбочка и что меня радует она дала еще новый побег задней псевдобульбы класс это кстати наращивает сангу и лоба постепенно видите растит она свой цветонос но форбезиай шикарная это вот первый цветочек и он немножечко розовеет уже какой же он красивый цветы небольшие но они настолько красивые класс 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 ну а тут в общем выглядит вот так потому что мы сетку сняли и я принесла сюда принесла вот сюда вот повесила свои вандачки когда-то они у меня здесь начинали свой путь ну и вот так вот они сейчас и заканчивают растят все цветоносики все в бутончиках все красавицы в общем все 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 здесь кстати переехали ну вот заодно и покажу вот моя простачая мария в том году я купила так это что это улитка хотела показать и нашла вот ужас какой-то улитки просто нашествие на мой взгляд растет даже очень неплохо правда такую бульбочку надуло и вот все с одной фласки и вот смотрите насколько они все разные я оставила себе по три растения вот как вы видите вот это вот еле выкарабкивается и вот это ну это конечно самая крепкая а это у меня три виталины ну и вот они постепенно постепенно тоже так конечно из фласки очень тяжело когда еще такие условия полностью найти то зима холодно то дождь то ветер поэтому ну я очень рада что я себя оставила по три растения и такие они смотрю довольно таки крупненькие ну в общем здесь кстати пропустила я тоже три цветоносика она мне выдала ну пострадала из-за дождя опять же мультифлора айрадис мультифлора мультифлора с одной стороны ей понравилось аж три цветоноса но с другой стороны конечно нужно полностью создавать условия чтобы все 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 прямо им нравилось чуть что не так все все скидываем все сбрасываем и ничего больше не растим в общем вот так вот здесь кстати гангора растить такой длинный цветонос вот для переезда он мне нужен ну я надеюсь что он расцветет и цветет в общем вот так вот решила я заснять показать такой вот небольшой бардачок кстати очень такие цветочки они расправились у брассии и покрупнее стали даже так неплохо выглядит красавчик ну вот максима так и цветет может быть это мой у меня гибрид с максимой максима на форбезе может быть я уже не помню мы искали искали а мне в принципе все равно так вот без названия она у меня и стоит энциклия кохлеата очень долго тоже держится в нее цветочки растут кардигера также цветет как же здорово когда держатся долго цветы и радует нас в общем что я хочу сказать до новых встреч в новом нашем месте в новом нашем коридорчике не знаю когда это будет ну в общем надеюсь что скоро поэтому увидимся до новых встреч уже увидимся в новом коридорчике все здесь цветет все здесь вот так вот растет надеюсь что и там мне будет все расти и цвести такое у меня какое-то непонятное непонятное ощущение не знаю чего ожидать конечно хочется немножечко побольше места ну в общем надеюсь что все у нас получится мечтаем главное что мечты сбываются это уже хорошо были такие сложные два месяца но все позади все закончилось и в общем увидимся в новом месте тогда прощаемся с нашим коридорчиком ну и всем пока пока с моего орхидейного коридорчика пока пока пока